Привет, ребята! Новогодние праздники подошли к концу, а это означает, что вот-вот начнется период Евровидения 2019. Этот год я хочу начать с реакции на представителя Франции на конкурсе песни, который пройдет в этом году в Тель-Авиве, в Израиле. В начале 2019 года во Франции состоялся национальный отбор. По результатам первого полуфинала, а также большого финала, победу одержал Билал Хасани. Он, собственно, и будет представлять Францию с песней «Король». Я смотрел все прямые эфиры и, честно, я не ожидал, что победу одержит именно он, потому что мне, признаюсь, нравилась другая конкурсантка. Сейчас я вам ее покажу, но за Билала Хасани я также рад. Сразу хочу вести вас в курс дела, Билал это мальчик. Потому что, возможно, у вас появятся вопросы, но, знаете, это парень, родился он в Париже, ему 19 лет, он видеоблогер. Собственно, из-за этого он и получил должную популярность среди молодежи, и это поспособствовало высоким баллам от зрителей, и таким образом он победил. Конкурсная песня, а также продюсирование самого выступления Билала Хасани на Евровидении, это рук дело прошлогодних представителей Франции «Мадам Месье». «Мадам Месье» написали песню, придумали образ, ну и, собственно, спродюсировали само выступление. Как я упоминал, Билал Хасани является французским видеоблогером, снимает свой блог на французском языке. И в 2017 году на его канале вышел «Каминг-аут», а также после этого видео он начал примерять женскую одежду, парики, платья, юбки, ну и, собственно, вести себя так же, как девушка. Его главная задача – это победить Евровидение и стать наравне с Кончитой Вюрст, которая победила в 2014 или 2015 году, я точно не помню, и стала вторым трансгендером-победителем. И он хочет повторить судьбу Кончиты Вюрст и также одержать победу. Также он неоднократно сообщал, что именно Кончита является его идейным вдохновителем, и именно благодаря ей он решил пробовать свои силы в национальном отборе на Франции. После того, как он совершил каминг-аут, в его сторону полилось много негативной реакции, также были угрозы и даже покушение на убийство. Собственно, песня «Король» более чем ему подходит, потому что, ну, собственно, и сейчас мы с вами её послушаем, кто знает французский, тот поймёт. Честно признаюсь, я уже давно не смотрел русскоязычные каналы с реакцией, поэтому не знаю, модно ли вот так вот пафосно одевать наушники и говорить «Начнём просмотр». Поёт он на французском языке, и его выступление начинается с зала, то есть он стоит среди людей и начинает своё исполнение. Как я говорил, он полностью белый, и, кстати, это волосы его не настоящие, это парик. На лесу очень много макияжа, поэтому кажется, что он просто идеальный. У меня такого нет. У Мадам Месье в прошлом году был образ полностью чёрный, но обувь была красного света, а убивала полностью всё белое, даже волосы. Ну, только брови настоящие. В общем, он поёт о том, что он был загнут в угол, жил в маленьком мире, который состоял из его коробки, это всё символично, и теперь он поёт, что он наконец-то обрёл своё королевство, стал королём, и на заднем плане появляется корона, что-то вроде трона. Песня сама по себе очень попсовая, то, что, в принципе, и нравится в основном людям, и на Евровидении в частности. Волосы у него, кстати, есть, и очень классные. Вот, видите, танцы классные, то есть есть хореография, над этим номером реально старались, работали, но оно и понятно. Мадам Месье всё-таки хочет снова поехать на Евровидение, сидеть вместе с Билалом в грин-руме во время конкурса. О, вот это, кстати, было странно. Я поначалу, когда первый раз смотрел, думал, что песня длится полторы минуты, это, типа, конец. Но нет, это такая внезапная пауза, чтобы собрать аплодисменты. На сцене такая дымка красивая, и мы слышим, как в зале его поддерживают как аплодисментами, овациями, кричат. То есть людям нравится. В основном мы видим фрагмент хореографии заучной. У него очень плавные такие лёгкие движения. Вот, собственно, выступление и закончилось. Песня неплохая, выступление тоже мне, в принципе, понравилось. Я уверен, что он изменит что-либо в своей песне, добавит какой-то фрагмент англоязычный, потому что Франция любит менять свои песни и добавлять фрагмент на английском языке в своё выступление. Посмотрим, как он будет справляться и выступать в турах в поддержку конкурса песни, ну а также на самом Евровидении. На Евровидении я не думаю, что с этой песней можно победить, потому что она очень-таки даже спокойная. Единственный шанс одержать хорошую позицию – это выступать ближе к финалу, ну, ближе к заключению шоу в финале. А если он будет выступать в первой, там, пятнадцатке-двадцатке, я думаю, что, ну, никто не запомнит. И историю с Ирландией в прошлом году он не сможет повторить, потому что там, как бы, было очень уж всё так на слуху, и был ажиотаж вокруг его выступления, там и парни танцевали. Тут я не думаю, что будет что-то подобное. И вокал явно не как у Кончиты Вёрст, и каких-то таких сильных выдающихся качеств, кроме намёка на трансгендерность, здесь, как бы, нету. Так как Франция сразу попадает в финал конкурса, они не уступают, там, в полуфиналах, мне кажется, что он может занять место не в десятке. То есть в топ-10 Франция не войдёт, а вот где-то чуть ниже, думаю, вполне возможно. Напишите, что вы думаете по поводу представителя Франции Белала Хасани на Евровидении, также понравилась ли вам моя реакция, это вы можете поддержать пальцем вверх, подпиской на канал. Дальше больше, всех люблю и пока-пока.